Эта невероятная история произошла в штате Вирджиния в Сэше. Мэйсон и Кэтрин поженились, когда им было 19 лет. Через месяц после свадьбы Екатерина узнала, что беременна. Молодая пара была вне себя от радости и начала готовиться к рождению первенца. Для малыша оборудовали небольшую комнату, снабдив его гардеробом, небольшой кроваткой и игрушками, чтобы приветствовать маленького новичка. Им не терпелось родить потомство, и они были рады скоро стать маленькой семьей. В тот момент они понятия не имели, что произойдет дальше. Когда пришло время родов и Кэтрин срочно понадобилось ехать в больницу, Мэйсон позвонил другу, чтобы тот отвез их двоих. Но его друг объяснил, что его машина сломалась и на ней невозможно ездить. Тогда молодой человек занервничал и сразу же вызвал скорую помощь. К сожалению, это произошло так поздно, что Кэтрин полностью потеряла сознание, а муж снова и снова обнимал ее и пытался успокоить. Когда приехали скорые, Екатерину срочно доставили в больницу и сразу же отвезли в родильное отделение. Мэйсон нетерпеливо ждал, беспокоясь о своей жене и ожидаемом ребенке. Через некоторое время вышла медсестра и сообщила ему, что Екатерина не может родить естественным путем. Была необходима операция. Эта новость сильно его обеспокоила. После долгих волнений доктор, наконец, вышел примерно через пять часов после операции с обеспокоенным выражением лица. Он с грустью объяснил Мэйсону, что его жена умерла во время процедуры, но маленького мальчика удалось спасти в последнюю секунду. Мэйсон был потрясен и начал кричать так громко, как только мог. Он не мог поверить, что его любимая жена, с которой он хотел провести остаток своей жизни, ушла навсегда и никогда не вернется. Для мужчины мир рухнул. Черная туча омрачила жизнь этого прежде счастливого человека. Казалось, все, что он построил до сих пор, внезапно рухнуло, как карточный домик. Позже он зашел в комнату к врачам, чтобы увидеть плачущего сына, но отец не хотел его видеть. Он отказался взять с собой ребенка. Медсестры пытались его успокоить и объяснили, что понимают его горе, но теперь на нем лежит большая ответственность за ребенка. Когда врач заметил, что отец находится в тяжелом психическом состоянии, он попросил медсестер не отдавать ему ребенка, чтобы избежать возможных рисков. Вместо этого он предложил Мэйсону пойти домой и вернуться через неделю, чтобы забрать ребенка. Однако неделю спустя Мэйсон даже не думал брать ребенка к себе. Когда ему позвонили из больницы и сказали, что он может забрать сына, он продолжал объяснять, что не хочет видеть ребенка. Персонал больницы был ошеломлен, поскольку никогда раньше не сталкивался с такой ситуацией. Когда бабушка Екатерины узнала о случившемся, она не раздумывала и сразу же отправилась в больницу. Она взяла малыша с собой домой и с любовью ухаживала за малышом. Она позаботилась о том, чтобы он ни в чем не нуждался и купила ему все, что ему нужно. Сначала она пыталась урезонить Мэйсона и убедить его позаботиться о сыне, но он продолжал отказываться и игнорировать ее усилия. Через четыре месяца бабушка решила навестить мужчину с ребенком и направилась к нему домой. Но она не нашла его там. Когда она спросила, один из соседей рассказал ей, что он часто ходил на железнодорожные пути возле леса и сидел там. А беспокоенная бабушка тут же побежала туда проведать мужа внучки. Когда она приехала, она увидела мужчину, сидящего на путях с бутылкой вина в руке. Пожилая женщина подошла и попыталась заговорить с ним, но он, похоже, ничего не понял. Иметь возможность думать и все равно отказывался разговаривать. Она положила его ребенка ему на колени, но он не ответил. Бабушка потеряла надежду изменить мнение мужчины и решила вернуться в свой дом. Там уже ждала ее терьерская помесь и каждый день играла с малышкой. Это был умный молодой пес, который любил детей. Иногда женщина говорила, что собака была лучшим отцом для ребенка. Так малыш счастливо жил в доме с собакой и прабабушкой. Женщина признала, что отец не мог заботиться о ребенке и больше не пыталась с ним поговорить. Но теперь история принимает неожиданный поворот. Примерно через три месяца Мейсон неожиданно появляется у двери пожилой женщины. Он объясняет ей, что хочет родить ребенка и вырастить его сам. Он смирился со смертью жены и взял под контроль свои проблемы с психическим здоровьем. Теперь он был готов начать новую жизнь. Женщина сначала не могла поверить, что мужчина так изменился за такое короткое время. Но она была счастлива, что он наконец захотел снова взять свою жизнь под контроль. В конце концов она позволила ему забрать ребенка домой и помогла все устроить. Потом она в слезах попрощалась с ребенком. В последующее время она каждый день навещала внука и поражалась тому, как старался отец. Он даже встретил новую женщину по имени Оливия. Она казалась милой, и пожилая женщина подумала, что она подойдет Мейсону, и думала, что ребенок теперь в надежных руках и может расти счастливо в семье. Но позже выяснилось, насколько она ошибалась. Однажды, сидя в своем саду, бабушка заметила, что ее любимой собаки больше нет. Вероятно, он пролез через маленькую дырку в ее заборе, которую она давно хотела заделать. Когда она собиралась отправиться на поиски потерявшейся собаки, он побежал за угол к дому. Женщина была рада, что ее собака вернулась домой целой и невредимой. Но она быстро заметила, что что-то не так. Потому что собака вернулась не одна. Он что-то держал во рту. Когда он приблизился, женщина поняла, что это маленький ребенок ее умершей внучки. Она растерялась и сразу взяла малыша на руки. Затем она немедленно направилась к Мейсону. Когда она приехала, она без колебаний позвонила в полицию. Молодой человек был допрошен в отделение полиции и без вопросов во всем сознался. Вы не поверите тому, что услышала полиция. Выяснилось, что его девушка Оливия рассталась с ним несколько дней назад. Он не смог с этим справиться и снова упал в глубокую яму. Он снова начал пить и, с его точки зрения, оказался в безвыходной ситуации. Его, казалось бы, новый этап счастья и надежды в жизни обернулся кошмаром. Затем он взял ребенка и пошел с ним к путям. Он положил его туда и снова пошел домой. Он не хотел больше иметь ребенка и таким образом решать свою проблему. Затем в собственном доме он задумал совершить немыслимое. Однако никто не мог предположить, что произошло дальше. Тем временем собака пожилой женщины сбежала из дома и направилась к ребенку. Должно быть, он почувствовал, что что-то не так. Он побежал к рельсам, в то время как его хозяин, ничего не подозревавший, сидел дома в саду. Хотя он никогда раньше там не был, он нашел ребенка. Затем он осторожно схватил мальчика за одежду, стащил с рельсов и затем вернул хозяину. Потому что он знал, что она позаботится о ребенке. Женщина была шокирована, и когда муж ее внучки не ответил на звонок, она поняла, что что-то не так. Когда пожилая женщина позже прибыла в дом мужчины, он собирался сделать немыслимое. Но ей удалось предотвратить это и вызвать полицию. Позже они отвезли мужчину в полицейский участок и допросили. Чиновники были шокированы, а остальные жители города не могли в это поверить, когда эта история стала известна. Сегодня ребенок живет со своей прабабушкой и ее собакой и счастливо растет, не опасаясь, что с ним что-то снова случится.